Рок-музыка – прибыльный бизнес, и неудивительно, что самые плодовитые рок-музыканты мира со временем заработали целое состояние. Но кто из них самый богатый и что они делают со всеми этими сбережениями? Дэйв Мэтьюс – музыкант-самоучка, который сформировал свою первую и единственную группу Dave Matthews Band в 1991 году. По сей день все первоначальные участники группы все еще остаются с ним. Их первое выступление состоялось на частной вечеринке в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния, на складе в центре города. Три года спустя группа выпустила свой первый студийный альбом Under the Table and Dreaming, который быстро поднялся на 11-ю строчку в топ-200 чарта Billboard. После, группа Dave Matthews Band выпустила ряд студийных альбомов и концертных записей. Их второй студийный альбом, Life at the Red Rocks, дебютировал на третьей строчке в чартах без каких-либо маркетинговых усилий и был продан тиражом более трех миллионов копий. Сегодня к первоначальному составу группы присоединилось ещё несколько музыкантов, а её капитал составляет 51 миллион долларов. Примечательно, что группа поддерживает около 22 благотворительных организаций и фондов, включая собственный фонд группы Bama Works Fund, который поддерживает молодёжь, находящуюся в группе Риско, и множество других благотворительных программ в Шарлоттсвилле. Когда в 1972 году музыканты Дон Хенли и Глен Фрай играли с группой Линдэ Ронштадт, они решили создать собственную музыкальную группу. Ещё два музыканта, Берни Линдон и Рэнди Майнстер, присоединились к ним, чтобы сформировать группу The Eagles, выпустившую свой первый альбом в том же году. Вскоре Америка подпевала таким легендарным песням, как Take It Easy и затем Hotel California. В 1998 году они уже были занесены в зал славы рок-н-ролла. К этому времени группа состояла из Хенли, Фрай, Линдона и Майнстера, а также Джо Уолша, Дона Фелдера и Тимоти Б. Шмидта. После печальной смерти Глена Фрай в 2016 году The Eagles опубликовали заявление, в котором говорилось, слова не могут описать ни нашу печаль, ни нашу любовь и уважение ко всему, что он дал нам, своей семье, музыкальному сообществу и миллионам поклонников по всему миру. Тем не менее, The Eagles продолжали гастролировать. По некоторым оценкам, капитал группы составлял 60 миллионов долларов, без учета капитала Дона Хенли, составляющего 250 миллионов долларов, а также капитала Джо Уолша, составляющего около 75 миллионов. Значительная часть денег Хенли была направлена на благотворительные цели, например, на проект Walden Woods – организацию, которую он основал в 1990 году для сохранения исторического района Walden Pond в Конкорде, штат Массачусетс. Will.i.am, Apple D. Up, Хайми Табу Гомес и Ким Хилл впервые сформировали Black Eyed Pods в 1995 году, но вскоре изменили название на Black Eyed Peas. Их первый альбом был выпущен в 1998 году, но только в 2003 году, когда Хилла сменила Ферги, группа по-настоящему взлетела. На сегодняшний день они выпустили 9 альбомов и десятки синглов, продав около 76 миллионов пластинок. Среди них и альбом Monkey Business 2005 года, который четыре раза становился платиновым, а также многое другое. В 2009 году The Black Eyed Peas вошли в историю музыки, оставаясь первыми в чарте Billboard Top 100 20 недель подряд. Благодаря их усилиям они были отмечены 15 номинациями и шестью победами на ежегодной премии Грэмми. Сейчас группа стоит 61 миллион долларов и регулярно отчисляет средства 17 благотворительным организациям. Организация The Black Eyed Peas Peas Pod дала концерты по всему миру, а их кавер на песню Джона Леннона, Power to the People, был выпущен на трибьют-альбоме Amnesty International. Уроженец Нью-Джерси, 17-летний Джон Бон-Джови работал в музыкальной студии своего двоюродного брата, когда принял участие в своем первом концерте. В 1983 году он сформировал свою собственную группу с оригинальным названием Bon-Джови. Своей популярностью группа обязана умению создавать энергичные пауэр-баллады с запоминающимися мелодиями и сумасшедшими гитарными рифами. Так, к середине 80-х Бон-Джови стала не только одной из популярнейших глэм-рок групп, но и превратилась в одну из крупнейших американских рок-групп всех времен. Более того, с тех пор группа продемонстрировала прием, позволяющий со временем изменять свою музыку в соответствии со вкусами публики. Однажды Бон-Джови заработал 200 миллионов долларов всего за 74 концерта. Сама группа сейчас стоит около 125 миллионов долларов без учета личного состояния Джона Бон-Джови. Деньги позволили Джону создать свой собственный фонд Джон Бон-Джови Соул, чтобы помочь накормить голодных в Нью-Джерси, где теперь есть две локации Соул Китчен. Что касается Джона Бон-Джови, то он до сих пор работает в Соул Китчен, где помогает мытьем посуды. Его собственный капитал оценивается примерно в 410 миллионов долларов. Однажды он сказал знаменитую фразу, «Чтобы чувствовать себя хорошо, нужно поступать хорошо. Ну, знаете, нужно найти своё благо и делать его» В 1976 году ирландский подросток Ларри Маллен-младший разместил на доске объявлений своей школы заметку о поиске музыкантов для группы. На неё откликнулись четверо ребят – Пол Хьюстон, Дэвид Эванс, Адам Клейтон и Дик Эванс, который покинул группу в 1978-м. Четвёрка перебрала несколько названий группы и, наконец, остановилась на U2. И пускай некоторые из участников U2 приходили и уходили с годами, группа по-прежнему была невероятно успешной. С 1990 по 2016 год U2 собрала ошеломляющие 1,67 миллиарда долларов от продаж билетов, а за последние три года они заработали ещё 193 миллиона долларов. Благодаря своим достижениям в 2005 году они были включены в зал славы рок-н-ролла. В том же году журнал Time занёс Бона в список Людей года, а в 2007 году Королева Елизавета окрестила его рыцарем. Почему? Потому что Бона, состояние которого оценивается в почти 700 миллионов долларов, является сторонником глобальной благотворительной деятельности. Основным делом Бона является поддержка организаций One и Red. Первая была создана для борьбы с крайней бедностью, а вторая – со спидом и другими заболеваниями. Многие скажут, что Coldplay не совсем вписывается в представленный музыкальный ряд. Они не совсем рок или инди, и определенно не панк. Но Джонни Бакленд, Гай Берримен, Уилл Чемпен и Крис Мартин, которые создавали звук, совершенно не похожий на другие, считают, что это нормально. Эти ветераны музыки впервые собрались в 1996 году в Лондоне, самостоятельно записали два альбома и подписали контракт с Parlophone Records в 1999 году. Их четвертый альбом, Parachutes, 2000 года, по-настоящему прославил их. Три мультиплатиновых альбома спустя Coldplay сыграли на Суперкубке в 2016 году. К сожалению, группа не воспринималась серьезно, даже разделив сцену с Бруно Марсом и Бейонсе, которая все еще оправлялась от событий, произошедших на Суперкубке 2013 года. В 2017 году группа, бесстрашно маскирующаяся под названием Los Unidates, получила награды MTV и Грэмми и продала более 100 миллионов пластинок по всему миру. Сообщается, что в наши дни Coldplay стоит 475 миллионов долларов. Известная своим эпическим звучанием и заглушенными гитарными рифами группа Aerosmith была создана в 1970 году, когда певец Стивен Тайлер, басист Том Хэмилтон и гитаристы Рэй Табано и Джо Перри объединились, чтобы сформировать одну из самых популярных рок-групп Америки. В 1972 году они заключили свой первый контракт с Columbia Records, но только в 1975 году их третий альбом, Toys in the Attic, принес им серьезный успех. И вот тогда началась вечеринка. К началу 80-х музыканты полностью погрузились в рок-н-ролльный образ жизни. Позже Тайлер признался, что спустил около 20 миллионов долларов на наркотики, даже оставив на сцене аптечку. В 2011 году он сказал, «Я пронюхал свой Порше, свой самолет и свой дом» Кажется, никто не знает, сколько стоит Aerosmith в настоящее время, но участники группы Стивен Тайлер, Том Хэмилтон, Джоуи Крамер и Брэд Уитфорд стоят от 40 до 130 миллионов долларов каждый. Группа по сей день гастролирует. В 1965 году группа T-Set, возглавляемая Дэвидом Гилмором, Роджером Сидом Барреттом и Роджером Уотерсом записалась на выступления на базе Королевских ВВС. К своему ужасу музыканты обнаружили, что в списке уже есть группа с таким же названием. Быстро сообразив, ребята взяли имена двух блюзовых исполнителей – Пинки Пинка Андерсона и Флойда Каунсила. Так и родилась группа Pink Floyd. И пускай в одном из своих хитов, Money, группа разоблачает зло, связанное с наличными деньгами, ей все же удалось скопить целое состояние. После грандиозного успеха альбома The Wall в 1979 году Pink Floyd продали почти 121 миллион альбомов по миру. Сама группа заявляет, что объем продаж пластинок в настоящее время составляет около 250 миллионов, и пускай Pink Floyd распались в 90-х, их совокупный капитал по-прежнему превышает 800 миллионов долларов. Сегодня и Дэвид Гилмор и Роджер Уотерс, чье состояние составляет 310 миллионов долларов, продолжают выпускать музыку. Гитарист отчисляет часть доходов в 10 благотворительных организаций, занимающихся 17 разными проблемами. Популярная поговорка стала особенно известной в последние несколько лет. Нам нужно начать беспокоиться о том, какой мир мы собираемся оставить Киту Ричардсу. Это свидетельство того, что музыкант и его товарищ по группе Мик Джаггер, родившиеся в 1943 году, и поныне занимаются рок-музыкой. Вместе с Чарли Уотсом они до сих пор являются участниками The Rolling Stones, возможно, самой долгоживущей рок-группы всех времен. Британская группа, основанная в 1962 году, штурмовала Америку в 1964 году и по сей день является одной из самых известных. Со временем, The Rolling Stones справились с обвинениями, связанными с наркотиками, насилием на концертах, смертью участников и прочим. Они были включены в зал славы рок-н-ролла, выиграли три Грэмми и наблюдали посвящение Джаггера в Рыцаре в 2003 году. Стоит отметить и почти 100 миллионов проданных пластинок. Стоимость группы сейчас более чем 900 миллионов долларов, и она, конечно же, всё ещё гастролирует, собирая в лучшие месяцы более 800 тысяч долларов. Ларс Ульрих основал Metallica в 1981 году. Вскоре к нему присоединились бас-гитарист Рон МакГовни, певец и гитарист Джеймс Хэтфилд и ведущий гитарист Дэйв Мастейн. После самостоятельного выпуска альбома в 1982 году группа подписала многолетние контракты с несколькими лейблами, чтобы выпустить десятки других альбомов с разными участниками. Это не всегда давалось легко – в 1986 году в Швеции в результате аварии туристического автобуса погиб басист Клифф Бёртон. В годы после смерти Бёртона Metallica попала в заголовке газет и по ряду других причин. Например, в 2000 году группа обнаружила, что демо-версия их песни I Disappear из саундтрека к фильму Миссия Невыполнима 2 попала на бесплатный файлообменный сайт Napster до того, как была выпущена. – Я получила звонку из нашего офиса, когда на следующий день он обратился на что-то называемое Napster, и мы говорили, что если они с нами, то мы с ними с ними. Metallica подала в суд за нарушение авторских прав, работа Napster была прекращена, а тысячи меломанов, включая фанатов Metallica, потеряли источник нелегальной музыки. Затем в 2017 году группа открыла фонд помощи местным благотворительным организациям All Within My Hands. Сегодня группа стоит около 1 миллиарда долларов и не показывает никаких признаков замедления роста. Немного шокирует, но The Beatles – самая богатая группа в мире. История Пола Маккартни, Джона Леннона, Джорджа Харрисона и Ринго Старра началась в 1957 году, когда Маккартни присоединился к группе Леннона Quarrymen. Позднее, в 1960-х, к ним присоединились Харрисон и Старр. Так и родилась великолепная четверка, которую ожидали десятки групповых и сольных альбомов, семь премий Грэмми, концерты, фильмы и другие подвиги. Неудивительно, что Битлз обычно считают отцами основателями поп-музыки и рока. Сегодня капитал группы составляет примерно 1,2 миллиарда долларов, и Джон Леннон и Джордж Харрис, умершие в 1980 и 2001 году соответственно, при жизни добровольно занимались благотворительностью, а основанный в 1973 году и принадлежащий Харрисону фонд The Material World до сих пор делает пожертвования на различные цели. Пол Маккартни также продолжает поддерживать более 45 благотворительных организаций, а 100% доходов Ринго Старра идут в принадлежащий ему фонд Lotus, занимающийся целым спектром проблем, включая насилие над женщинами, детьми и животными. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики, которые вам понравятся, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!